Всем привет! С Вами Кривуля Андре Чарли и я продолжаю говорить о Blender 2.8. Предыдущую часть можете посмотреть в подсказке вверху. А в этой части мы поговорим о горячих клавишах всех плагинов, о которых я буду рассказывать. Об их установке. О том, как включить IVHQ с помощью Hard Ops. Также Вы увидите демонстрацию работы Creative Bundle, Fluent и Box Cutter. И конечно же, поговорим о создании интерактивных облаков или пены с помощью метаболов. Итак, ссылки на все плагины я оставил у себя в блоге Material4TOOTS. Также они будут в прикрепленной записи к этому видео. Нажимаем на эти ссылки и приобретаем плагины. И сейчас я расскажу, как их установить. Естественно, кому нужно, могут найти и так. Но я рекомендую покупать, потому что они более стабильно работают и все баги своевременно исправляются. Плюс Вы можете поговорить с автором и решить какие-то нужные для Вас вопросы. Все эти плагины дают возможность ускорить работу с Hard Surface. И да, Вы можете делать это без них. Но гораздо дольше и некоторые макросы скрипты, которые заложены в эти аддоны, очень ускоряют работу. А некоторые даже добавляют дополнительный функционал. Кстати, по умолчанию Decalist Decal Machine не видно в Octane Render и я расскажу, как это исправить. Но сначала давайте разберемся с Creative Bundle, Hard Ops и Box Cutter. Установка плагинов достаточно простая. У каждого есть свой архив, скачав который Вы можете установить в Blender. То есть, как только Вы приобрели плагины, качаемся архивы в папку с Blender или любую временную папку. Затем открываем его, заходим в Edit, Preferences, выбираем вкладку Addons. После чего нажимаем на кнопку Install. Нажав на нее, Вы сможете указать путь к архиву. Копируем путь, вставляем и выбираем нужный архив с плагином. Затем нажимаем Install. После чего активируем его. Как видите, процедура остановки достаточно простая. Чтобы проверить установлены плагины или нет, просто пишем их название в поиске. Если не активированы, то активируем. Плагины от Blender GAPI находятся в вкладке Testing. Это MeshCuber, IceTools и Dintopo Plus. Кстати, что я сразу рекомендую поменять. Это в MeshCuber комбинацию клавиш. У меня это Ctrl-Alt-X. Так как то, что по умолчанию будет конфликтовать с BoxCutter. В IceTools я все оставил по умолчанию. Это Ctrl-Shift-X. Горячие клавиши для Hardware Dobs это Q, Shift-Q, Ctrl-Shift-B и так далее. Об этом конечно же еще поговорим. И BoxCutter включается с помощью Alt-W. Итак, с горячими клавишами для плагинов разобрались. К ним еще вернемся. А сейчас я кратко расскажу о Creative Bundle и других полезных возможностях разных плагинов. А уже после этого вернемся к каждому и досконально изучим все их функции. В первую очередь нажимаем Q. Затем U-Port и тут вы ничего не увидите. Потому что если у вас активен Octane, то естественно Ivy, под который создавались эти макросы не будет работать. Для этого временно переключаемся на него. Чтобы активировать одну замечательную функцию IvyHQ, которую я показывал в предыдущем уроке. Этот макрос включает Ambient Occlusion, Cavity и тени. Естественно, вы можете их включить без использования плагина. Но это немного ускоряет рабочий процесс и активируется всего лишь одной кнопкой. В таком U-Port намного удобнее моделировать. Но вы сразу же спросите, а зачем нам Ivy, если ты уже показывал, как моделировать Octane IPR? Дело в том, что интерактивный Boolean, к сожалению, не работает в Octane. Я думаю это временно и это исправит он. И конечно же, это зависит от разработчиков как Octane, так и создателей самих плагинов. Поэтому для таких моментов, нужно будет использовать пока Ivy. Но вы всегда можете применить все модификаторы и тогда Boolean будет виден, но уже не будет интерактивным. А как видите, все работает в Octane, но изменять положение данного отверстия уже нельзя. Итак, в чем отличие между Creative Bundle и Hard Ops и Box Gutter, я пока не могу сказать. Так как мне достаточно хорошо знаю оба аддона. Да и я никогда не любил сравнивать, так как каждый инструмент, каждый аддон имеет свои плюсы. А на минусы я никогда не обращаю внимания. В общем, сейчас я буду показывать те функции, которые успел изучить на данный момент. Но прежде чем начинать рассказ о Creative Bundle и других плагинах, я хотел бы рассказать о метаболах и интересной возможности работы с ними в Octane Render. То есть рассказать о том, как получить такой снежный объект или создать какие-то облака. Причем этот объект будет интерактивным и в любой момент, вы сможете поменять его форму. Сейчас, апдейт моего вьюпорта недостаточно быстрый, так как я использую финальное качество. Но как ускорить этот процесс, тоже обязательно расскажу. Я решил рассказать об этой возможности, потому что как только я сделал репост поста Лина Гранди на Facebook, в нашей Acton-группе. Сразу же мне начали писать личные сообщения о просьбе рассказать об этой интересной особенности. Так как не все понятно в том видео, которое показал Лина Гранди. Кстати, он же показал скрин с настройками и сейчас о них поговорим. Конечно же, в первую очередь Вам нужно научиться создавать эти метаболы. Для их создания нажимаем комбинацию клавиш Shift и A, чтобы вызвать меню добавления разных объектов в сцену. И здесь Вы увидите отдельную вкладку Meta Ball, которая включает создание нескольких объектов. Это может быть шар, капсула, плейн, эллипсоид и куб. Выбираем шар. И сразу же в сцене появится такой объект. Чтобы клонировать данный объект и активировать работу метаболов, Вам нужно выбрать его, нажать Shift и D и появившийся клон перетянуть в любое место данного 3D пространства. Как только Вы приближаете клон к родителю, у Вас будет образовываться геометрическая связь между ними. Затем снова нажимаем Shift и D и создаем следующий клон. Если нажать S, Вы можете уменьшать или увеличивать его. Если нажать G, Вы активируете перемещение объекта. Как видите, благодаря Meta Ball достаточно быстро можно получить такую форму. Причем в любой момент, можно выбрать один из метаболов и переместить в другое место. То есть объект полностью интерактивный. Теперь же задача все это безобразие превратить в облака или снежную абстракцию. То есть получить тот результат, который показал Лина и который Вы видели у меня на рендере в начале. Я покажу все настройки, с которыми можно экспериментировать и достигнуть нужного результата. Итак, в первую очередь активируем Octane Render. Если вдруг Вы еще не активировали его. Сразу же включаем Adaptive Sampling и в Cardinal Type меняем на Path Tracing. Так как стандартным методом не будет того результата, к которому мы стремимся. Затем спускаемся ниже вкладку Color Management. Для View Transform выбираем Standard. Таким образом Вы получите более контрастную картинку. Также увеличиваем экспозицию, а гамму уменьшаем таким образом. При желании Вы всегда сможете поэкспериментировать с этими значениями потом. Включаем Octane Viewport и идем в настройки World. В Octane Environment выбираем Daylight Environment. Затем меняем положение Солнца и увеличиваем его размер. После чего переходим в вкладку Shading и создаем новый материал. Для этого нажимаем на кнопку New и переименовываем его в Cloud. После чего значение Specular и Roughness ставим равное 0. Для Transmission создаем ноду RGB Spectrum и выбираем для нее белый цвет. Для этого нажимаем на кнопку Add и в Search пишем название ноды. Подключаем ее в слот Transmission и сразу же меняем значение Delectric EOR на 1. Это делается для того, чтобы не было никаких преломлений и искажений в нашем облаке. А далее спускаемся ниже и включаем опцию Fake Shadows. Это делается для ускорения Viewport, но для финального рендера потом ее можно выключить. Чтобы объект был больше похож на облака или снежную абстракцию, вам нужно создать ноду Scatter Medium. И соединить ее слотом Medium в материале. Затем меняем значение Density. Например, ставим его равным 2. Volume Step Length тоже равный 2. Чем меньше это значение, тем больше деталей будет в облаке. Обычно значительные изменения видны в VDB файлах, а не простой геометрии. Поэтому просто ставим равный 2 и идем дальше. Инвертируем Absorption и для Scattering делаем белый цвет. В итоге Вы получите такое мультяшное облако. Причем это облако интерактивное и Вы сразу же сможете изменять его форму. Увеличивая значение Density, Вы получаете более плотный объект. Уменьшая его же, получаем более прозрачный объект. Низкие значения как раз подходят для пены и пенистых облаков. Для того, чтобы получить более интересную форму с деталями, Вам нужна нода Vertex Displacement. Которую необходимо подключить в Displacement Slot. В настройках ноды включаем AutoBump. И пока Вы не заметите изменений на рендере. Так как пока мы не подключили специальную текстуру для деформации геометрии. В примере, который показывал Lynn на Facebook. Он использовал Noise Texture. Как раз ее создаем с помощью кнопки Add и подключаем в слот Texture. В итоге на рендере уже будет видно влияние данной ноды. Теперь ее нужно настроить. Для этого тип Noise меняем на Turbulence. Значение Octaves ставим равным 16. Чтобы была более детальная форма. И значение Омега равное 0.7. И для Гамма и Контраста делаем такие настройки. Кстати, пока снова не видно никаких деталей. Так как Subdivision Level равен 0. Но если Вы увеличите его значение, то сразу же заметите, как изменился объект на рендере. И скорее всего нужно увеличить частицы в Noise Texture. Так как сейчас облако больше похоже на ежа. Учтите, что увеличение Subdivision Level приводит к падению FPS. И viewport становится менее интерактивным. Поэтому во время настройки параметров устанавливаем меньшее значение. Например, равное 1 или 2. И затем для финала уже его увеличиваем. Чтобы Вы сами убедились в падении FPS. Поставьте это значение равное 3. И попробуйте переместить любой из метаболов. Например, у меня 2080Ti. И как видите, обновление viewport не очень быстрое при таких значениях. Если же поставить меньшее значение, то результат будет хуже. Но viewport будет быстрее реагировать на все Ваши изменения. Чтобы увеличить частицы в Noise Texture, в склад Transform нужно подключить ноду 3D Transform. И теперь, если в настройках ноды изменять значение Scale для каждого из осей. Вы сможете увеличивать или уменьшать частицы в Noise Texture. Также Вы можете поэкспериментировать со значениями Translation и Rotation. При желании еще можно изменить цвет Absorption. Например, выбрать какой-то такой оттенок. Немного увеличить Density и для Transmission установить максимально белый цвет. В итоге получается такой результат. Если же Вы хотите получить снег. Пену или какие-то прозрачные облака. Наоборот, уменьшаем его значение. При желании Вы также можете изменить положение солнца. Сделать какой-то такой закат. И конечно же, изменить Turbulence на Perling или другой тип Noise. В общем, не бойтесь экспериментировать с разными параметрами. И конечно же, не забывайте за Interactive при меньшем значении Subdivision Level. Делаем изменения. Копируем метаболы с помощью Shift D. И когда довольны результатом, снова увеличиваем значение Subdivision Level. И смотрим, что получается. Я надеюсь, что теперь все понятно и не будет вопросов по этой технике. Идем дальше. Это все, что я хотел рассказать в этой части. В следующей части, поговорим об объемном освещении. И о том, как же все-таки сделать цветной объемный свет. Например, свет от витража. Благодарю за просмотр и желаю Вам хорошего, позитивного и продуктивного дня. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok